Привет, страна! Я бы хотела, прежде чем я начну говорить, чтобы включили видеоролик на одну минутку, и потом мы с вами начнем беседу. Поехали! Продолжение следует... 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 И когда, например, шеф-повар едет на мероприятие к нам, конечно, он же не выкладывает, как он целый день сидит на семинаре. А что он выкладывает? Фейерверк, салют, концерты, артисты, вкусная еда, самый большой плов в мире и так далее. И у жены складывается полное ощущение того, что он туда ездит на праздник, а ее оставляют дома. И, вы знаете, с годами Гастрит уже стал таким семейным фестивалем, куда берут с собой и жен и начали уже брать детей. Что делать с детьми? Таких возражений было много. Что с ними делать? Куда их девать? И вот мы придумали, например, детский лагерь, целью которого не является заработать денег, но мы хотя бы не тратим время сейчас для того, чтобы объяснять, какие есть детские комнаты, какие развлечения и так далее. Вот сделали по уместной цене, 10 тысяч рублей стоит билет. И любой участник Гастрита может себе купить билет на Гастритик своему ребенку и быть спокойным с утра до вечера. Или, например, боль. Жить в отеле дорого. Почему у вас такие дорогие отели? Или, например, мы не успели забронировать отелей, грубо говоря, 5000 участников. Это больше, чем 18 отелей, которые принимают весь курорт и еще соседний курорт. И частный сектор бывает занят, когда Гастрит. Ну вот мы придумали. Для тех, кто не может себе позволить отель, ну, например, билет стоит 30 тысяч рублей, а гостиница там еще 30 тысяч рублей, да. Но есть те, кто едет за свой счет, их не компания везет, а они приезжают сами. Вот мы это возражение закрыли, говорим, идите изучайте историю палаточного лагеря, организовали им там прокат палаток, и так далее. Вот, пожалуйста, идите там живите. Вот. Следующая боль. Мы очень много тратим на это времени. Очень хочу быть спикером. Я такой вообще классный, умный. И я очень хочу поделиться своим опытом. Мы придумали вот такой конкурс, который называется «Народный спикер», где каждый может зайти, подать заявку. И вот 15 мая у нас начинается голосование. 15 мая у нас начинается голосование за право стать, выступить на одной сцене с другими спикерами, да, и стать спикером Гастрита. Потому что это круто, потому что это престижно, потому что даже когда идет, когда люди устраиваются на работу, рестораторы, они уже в резюме пишут. Я был спикером Гастрита. Вот. Для нас, как для организаторов, это еще очень качественные лиды. Да, таким образом мы еще и собираем потенциальных участников. Но те, кто поучаствовал в конкурсе, не принял участие, но неужели он не поедет? Да поедет, конечно же. Вот. Следующая боль, ну, это, наверное, больше не возражение никакое, просто как бы на болевшем. Мы знаем, что все устали, весь год все было закрыто, были закрыты бары, рестораны, дискотеки, ночные клубы и так далее. И мы решили сделать вот такой вот гастрокарнавал выживших рестораторов, где можно делать все, где просто вот ты можешь. Последний раз ты так гулял тогда, когда у тебя сын родился. Вот. Сейчас я посмотрю, какой вот следующий слайд. И вот это вот все дает в общей сложности, во-первых, я еще вопрос не задал, а уже получил ответ на него. Какие молодцы, мы только в прошлом году об этом говорили, они уже это сделали и так далее. Таким образом мы получаем сразу же готового клиента, который готов оплатить. Мы не тратим время на этапы, которые, ну, обычно бывают при продаже дорогих услуг. У нас услуга дорогая, и она, если средний психологический порог интернет-покупки примерно 5 тысяч рублей, то у нас там в среднем 30-50 тысяч рублей, да, стоимость интернет-покупки. Но вот это предвосхищая ожидание, оно снимает все психологические пороги, и ты готов отдавать эти деньги, не задумываясь, не задавая вопросы вообще. А теперь самое страшное. И вот вы сделали вот такой классный продукт, он действительно классный, он куда ни плюнь, прям все хорошо. Будь то фестиваль или какой-то, не знаю, услуги консалтинга, моющий пылесос, вообще неважно, что вы продаете. И вот вы упаковали его, где причесано прямо прядочкой к прядочке, все классно, все здорово, великолепно. И вот у вас настаёт тот самый волшебный момент, когда вы готовы выходить в интернет и продавать свой продукт. И вы начинаете искать себе таргетолога, либо продажника, либо, ну, кто-нибудь, кто бы вывел в топчик ваш продукт, и вы получали качественные, хорошие лиды. Я, собрать лиды несложно. Сложно получить качественные, целевые лиды, которые впоследствии можно конвертировать в деньги, да, в продажи. И вот тут вы чаще всего, если таргетолог действительно классный, толковый, прям вот он, ну, его рекомендуют, скорее всего, это агентство у него уже, и он просто посадил ещё пять таргетологов, передал свои знания, и они там, ну, работают в агентстве. Ни один нормальный, здравый, мне кажется, я таких не встречала. Более-менее разбирающийся в этом вопросе таргетолог в офис работать не пойдёт. Либо он будет стоить там, я не знаю, 1300, чтобы он никуда не ходил уже, а занимался только тем, что с утра до вечера изучал новости об изменении работы роботов, выдачи там поисковых систем и так далее. Но я таких не видела. Если более-менее нормальный таргетолог, он, скорее всего, либо у него агентство, либо он сам на себя работает. И теперь, вот сейчас самая большая беда, то, что вот это образование, скилл образования, да, оно стало очень доступным и зачастую даже бесплатным. Можно посмотреть пару роликов о том, как настраивать рекламную кампанию в интернете, и всё, я классный фрилансер-специалист. Я там своял себе на тильде какой-нибудь одностраничный сайт, написал там, выдумал кейсы, что это мои кейсы, выдумал отзывы, и всё, и погнали. И самое страшное, что вот этот красивый упакованный продукт, который у вас есть, попадает в руки вот этого самого фрилансера, который там сидит на бале и руками настраивает вам, одной рукой левой настраивает вам рекламную кампанию, а другой рукой он держит коктейль. Что мы получаем после этого? После этого мы получаем вот такие шедевры, которые встречаются у нас на просторах интернета. Я не знаю, сейчас вроде бы, я вижу крупно, тут всё понятно, да, вот реклама в интернете, комод за 3 тысячи рублей. О, крутой комод, мне нравится, мне реально нравится вот такой стиль. Я перехожу туда, на сайт, и я вижу, что этот комод стоит на самом деле 280 тысяч рублей. А теперь внимание, таргетолог молодец, крутой, он столько лидов нажал, столько денег сейчас заказчик вывалил за то, что кто-то, столько много народу нажали кнопочку в магазин. За каждое нажатие мы платим деньги, попадаем совершенно не в ту целевую аудиторию, да, то есть пальцем тычет тот человек, который готов купить за 3 тысячи комод, а попадаем на комод за 280, потому что нельзя получить качественное образование просто посмотрев видеоролик о том, как настраивается Инстаграм. И таким образом вообще как бы нужно очень внимательно к этому относиться и выбирать таргетологов очень-очень-очень внимательно, да. Вообще сейчас есть такая категория специалистов, которые работают за результат, то есть вы платите не за работу, не за количество, а за качество, то есть вы с проданных товаров или услуг платите процент этим таргетологам. Я таких знаю, у нас такие есть. Какой общий тренд сейчас на фоне этого всего? Очень низкий уровень доверия к брендам. Если вы обращаете внимание вообще на рекламу, как она происходит в последнее время, есть такой тренд, что ваш любимый блогер, на которого вы подписаны, вдруг выходит в рекламе. Так, например, было со мной. Я была подписана на... даже не была подписана на Тефаль никогда, но вот моя любимая блогер, на которой подписана «Мать троих детей», рекламировала Гритти Фаль. И вы знаете, я обратила на него внимание, и только потом я перешла и купила его на официальном сайте, потому что я маме троих детей доверяю больше, чем бренду. Мне ее мнение гораздо важнее. Как я эту информацию использовала для себя? У меня есть очень лояльная аудитория. Это мои амбассадоры. Амбассадоры – это наши спикеры постоянные, те люди, которые любят наш проект, которые привязаны к нашему проекту, которые всегда везде говорят про этот проект. Таких людей больше, не знаю, 40-50 человек. Все они из разных регионов. Они все готовы на все, что угодно. Вот, например, пример нашей рекламной кампании 2019 года, где я их всех испачкала краской. Это должна быть очень высокая степень лояльности, чтобы Анастасия Татулова, например, с удовольствием испачкалась в краске. У нее потом волосы стали голубые, потому что она блондинка, и все это у нее окрасилось. Или, например, афиша «Факап Найт», то есть какой должен быть уровень доверия к проекту, чтобы выйти и рассказать про свои неудачи, про то, как я просрал 50 миллионов, грубо говоря. Как я этой информацией воспользовалась, когда я увидела вот эту историю про Тифай? Я ее сразу же... Вообще, все уже давным-давно придумано. Очень важно наблюдать, что вокруг, и примерять это на себя. Не пытаться выдумать что-то, изобрести велосипед. Все уже давно изобретено. И вот, например, наша рекламная кампания. Уже этого года. Здесь нет рекламы гастрита, здесь нет призывов, каких-то классных мероприятий и так далее. Но у меня есть мое богатство. Мое богатство – это суперлояльные амбассадоры в каждом регионе. Например, Максим Коновалов. Он является владельцем сети ресторанов в Удмуртской республике. Больше 40 заведений у него. Он там икона вообще ресторанного бизнеса. Все про него знают. Вот слово «успех в ресторанном бизнесе» сразу Максим Коновалов. То же самое, как и Евгений Ремер в Самаре, например. И благодаря нашей лояльности мы договорились с ними о том, что они нам дали свои логины и пароли от Фейсбука, от Инстаграма. То есть фактически пустили в свою личную жизнь. И наши таргетологи настроили рекламную кампанию на регион из личных кабинетов наших амбассадоров. То есть участник, потенциальный ресторатор, например, который живет в Ижевске, он видит рекламу не из аккаунта «Гастрита», а он видит рекламу со страницы Максима Коновалова, где Максим говорит о том, что он берет идеи для «Гастрита», и он вывозит целую команду, там по 20 человек, на «Гастрит» для того, чтобы учиться, развиваться, общаться, для того, чтобы быть лучшим в своей отрасли. Так вы думаете, на какую рекламу нажмет охотнее потенциальный покупатель? На бездушную страницу с грилем «Кефаль» либо на человека, на которого он молится, и для него является экспертом, лидером мнений и иконой во всем. Конечно же, второе, да. Вот. Следующий инструмент бесплатный, который мы используем, это правильные качественные конкурсы. Ну, например, вот наш, просто взяли картинку из интернета с известным всем шеф-поваром, поставили нашу аватарку «Fuck COVID, go to gastrit», и условие поставить у себя в инстаграм, в соцсетях аватарку, выложи ее, отметь три друга-ресторатора, с которым бы ты поехал на гастрит, и поставь хэштег «Fuck COVID, go to gastrit», и потом 1 апреля будет розыгрыш билета «Профи». Это один из самых таких хороших билетов, полноценных, с образовательной программой. Где вы выиграете? Вот на сегодняшний день уже более 150 у нас регистраций, 150 умножить на еще трех людей, которые отметили, с кем бы ты хотел поехать. Но это не самое интересное. Вот, например, самое интересное, это вот, например, Александр Рэмбо, это победитель шоу «Адская кухня» на пятнице, который тоже, мы не просили его, он просто участвует сам в розыгрыше билета. А представьте, сколько шеф-поваров подписано на этого молодого человека, так как он был финалистом и выигрывал билет. Таким образом, мы собираем целевые лиды. Не то, что нам настраивает левой ногой таргетолог на бассейне, да, а мы сами каждое свое действие продумываем. Если у нас это конкурс, как мы можем сделать так, чтобы это были именно целевые лиды, об этом тоже нужно постоянно думать и быть в постоянной коммуникации с клиентом. У нас очень хорошо работает, например, Unisender, ну, вот этот, рассылки массовые. Неважно, каким сервисом вы пользуетесь, их много на сегодняшний день, все они рабочие, но мы стараемся любую коммуникацию сделать понятной. Можно просто написать, что через, дорогие друзья, через неделю у нас повышение цены. Но мы такой ответ и получим, и такую конверсию переходов. Но мы вот как-то обыграли эти семь дней, да, фильм «Звонок» все помнят, где девушки звонят, говорят, что осталось семь дней до того страшного момента, когда наступит подорожание билетов. Конечно, конверсия вот такой рассылки гораздо выше, чем если бы вы просто отправили обычную коммуникацию, белый лист, черный текст, и ничего не понятно. Ну, конечно, для того, чтобы вот эти, все, о чем я говорила, важно, чтобы ваша команда всегда была с вами на одной волне, да, если вы сумасшедший профессор, должны быть люди, которые готовы будут продолжить ваше дело, потому что иначе, конечно, не получится. Все мои сотрудники, а на фотографии мои сотрудники, готовы всегда к любой движухе. Вот это была фотосессия для... Мы фотографировали интеграции уже купленных спонсорских пакетов. В общем, и вот этот комплекс всех мероприятий, да, когда ты даешь больше, чем люди ожидают, оно приводит к тому, что вам не нужно работать с возражениями, вам, у вас начинают покупать. Вы ничего никому не продаете. Результат конверсии с заявки в оплату 60%. У меня все, я почти уложилась. Давайте, задавайте мне вопросы, пожалуйста. Вопросы от... Да, пока мы ждем вопросы от участников. Спасибо тебе, во-первых, огромное. У меня есть несколько вопросов. Первый вопрос. Я знаю, что у тебя достаточно жесткий стиль управления. Как ты считаешь, это твое конкурентное, основное, самое крутое преимущество, которое позволяет тебе добиваться результатов? Или же есть что-то еще? У меня не жесткий стиль управления. Я очень справедливый человек, просто очень часто руководители боятся, даже не боятся. Вот вчера у Максима Батырева читала пост про то, что сотрудник или руководитель, они могут очень много злобы внутри держать, но не пытаются разговаривать с сотрудниками. Или наоборот, у сотрудника много злобы, но он не выговаривает это. И получается, вот люди живут догадкой. У меня просто принцип максимальной открытости. Все, что не нравится, я сразу говорю, что мне не нравится. Когда я еду на планерку, я сразу говорю, сегодня я еду, чтобы вы получили люлей. Все уже готовы, понимают, что уже сейчас будет. Но это всегда справедливо. Всегда мы стараемся говорить. И я им говорю, если вы не бьете тревогу, если вы не паникуете, значит, у вас все хорошо. Паника, тревога нужна, если вы там план не выполняете или еще что-то, тогда к вам придут на встречу. Вот. И у меня вот здесь висит такая табличка. Мне, конечно, запретили материться, но может, вот так вот не считается же. Вот это вот как бы вектор моего менеджмента. И все понимают, да, надо либо работать, либо надо освободить помещение и идти в другое место. Потому что на гастрите меня нет. Я не работаю на гастрите. Самая моя главная работа там – это общаться со спонсорами, с участниками и так далее. Поэтому, например, у меня есть правило, что если ты провел исследование, задал вопрос в Google, Яндекс, узнал у всех бывших настоящих сотрудников и нет ответа, только тогда ты идешь ко мне. То есть каждый мой сотрудник – он travel shooter. Других у меня нет. Иначе, вот, ну, это не жесткий стиль управления, это просто здравый смысл. Зато у меня нет такого там понятия, как, там, я не знаю. У меня люди, например, не увольняются просто так. Они увольняются только тогда, когда перегорают. Это происходит там раз в три года, когда уже просто психика не выдерживает, и все. Ну, потому что проект тяжелый. Я не знаю, видела ли ты наших предыдущих спикеров или нет, но вот выступала Оля Жукова, она рассказывала про внедрение CRM, и она говорила, что так как это стрессовая ситуация, сложная, и сотрудники не всегда принимают все изменения на ура, нужно давать им несколько, ну, таких попыток, да, то есть вот увольнять, например, если один раз не выполнил, второй раз не выполнил, после седьмого раза, говорила Оля. Вот у тебя, если сотрудник один раз совершил ошибку, ты дашь ему шанс или уже сразу все? И если будешь давать шансы, то сколько? Слушайте, у меня свои методы немножечко, конечно, у меня, например, есть сейчас, вот мы буквально недавно сделали, наклейки, на наклейке изображена ТП, все знают, что такое ТП, да? Женщина с губами, со шлистком, вот, и тот, кто тупит, получает такую наклейку, тот, кто получит в конце месяца больше всего таких наклеек, значит, он самый, самый ТП в нашей команде, это очень обидно, быть самым ТП в такой крутой команде, да, поэтому у меня свои методы, нет, конечно, там, первая китайская, красная карточка, желтая карточка, наверное, это для банков нужно оставить, для каких-то таких крупных бюрократических компаний, но когда ты делаешь что-то уникальное, то что-то, что является, ну, оно единственное в мире, то и методы у тебя, наверное, работы с персоналом тоже должны быть какие-то уникальные, причем я сказала, сделайте мне наклейку с ТП, и тишина, я говорю, я не пошутила, и мне их сделали. Мне для себя лично интересно, они их как носят, на лбу, я не знаю, ну, нет, я их клею на рабочие места. Понятно. Еще один вопрос, Жень, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как предприниматель, имеет смысл фокусироваться только на одном проекте и вкладывать в это энергию, силы, время, душу, или же есть смысл распределять на несколько проектов, и возможно ли вообще в одинаковой степени распределять на несколько? Ответа на этот вопрос нет, даже вот, когда я училась в Сколково, я там большое количество успешных людей встретила, да, в том числе в своей группе, но кто-то из них серийный предприниматель, кто-то сфокусирован на одном проекте. Вот я, например, у меня была бизнес-школа до этого, у меня есть салон красоты помимо гастрита, но, вы знаете, у меня настолько великая любовь к проекту, к гастриту, у меня ничего не стоит, не стоит ни на что больше, я ничего не хочу, и гастрит я делаю просто потому, что я хочу на него попасть, потому что там так круто, я вынуждена его делать, понимаете? Вот, ответа нет на этот вопрос, это все зависит от человека, а есть такие, как Олег Тиньков, да, который может просто штамповать друг за другом, один проект за другим. Да, согласна. И еще один вопрос, вот ты говоришь о том, что сотрудники увольняются только в том случае, когда выгорают, и происходит это раз в три года, да? Ты как справляешься с вот этим вот эмоциональным выгоранием, вообще, есть ли оно у тебя, бывает ли, и если да, то что ты делаешь для того, чтобы с ним справиться? Да, в 2017, 2016, 2017 году я весила 92 килограмма, потому что я сама все на себе везла, я думала, что я лучше всех пишу тексты, я лучше всех настраиваю рекламной кампании, я правда лучше всех все делаю, но правда в том, что если таким образом дальше жить, то я сдохну, и вот однажды я просто утром проснулась и поняла, что без помощи остеопата я даже в туалет сходить не могу, вот, и тогда я научилась доверять людям, прежде всего, доверять, и жизнь моя стала гораздо проще, вы знаете, я начала путешествовать по миру, я начала ходить на свидания, и вы знаете, ничего не произошло плохого, стало только лучше, мы выросли в несколько раз сразу же, у нас выросли выручки, продажи, ну, то есть, стало только лучше тогда, когда я самоудалилась, поэтому никакого у меня выгорания нет, я только получаю кайф и удовольствие от того, что мы делаем, и каждый раз я прихожу с большим количеством идей в голове, потому что моя голова не засорена всякими мелкими операционными вопросами, потому что мне остается время мечтать. я все-таки задам еще один последний вопрос, мне реально интересно, потому что ту проблему, которую ты озвучила, она для многих является реально проблемой, когда человек думает, что никто не сделает лучше меня, я должен погружаться во все процессы сам, и копирайтить, и посты редактировать, и таргетологом быть, и так далее, кстати, в чате написали, где найти крутых таргетологов, а у меня вопрос следующий, вот ты проснулась и решила в один день доверять людям, как ты построила свою команду, ну то есть вот это же тоже... Я начала потихонечку пробовать, отдавать, отдала и посмотрела, что будет, о, ничего страшного не случилось, круто, потом следующее отдала чуть-чуть, о, опять ничего не случилось, так что, получается, что ничего не случится, если я сейчас не буду пупок надрывать, так сильно, то есть и постепенно, постепенно, потом ты в один прекрасный момент просыпаешься, а у тебя ни одного уведомления в WhatsApp нет, круто же!